О мерах социальной поддержки говорим сегодня. Это главные новости. С вами Ирина Субеева. Здравствуйте. Сегодня с нами на связь выходит Ирина Петрова, старший помощник прокурора Республики Татарстан. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот в период пандемии коронавируса, конечно же, необходимо строго соблюдать санитарные правила и прежде всего ограничить до минимума контакты с людьми в общественных местах. И поэтому мой вопрос первый, что делает государство для того, чтобы люди без походов в различные учреждения получали все необходимые выплаты? Самое главное в наше время это соблюдать все социальные дистанции, а лучше не быть в общественных местах. Но жизнь она по-своему распоряжается. Например, у кого-то истек срок паспорта, у кого-то истек срок водительского удостоверения. Наше государство в отношении паспорта и водительского удостоверения издало указ, указ президента Российской Федерации, в котором говорится о том, что если истек срок паспорта или водительского удостоверения, то этот паспорт, это водительское удостоверение будет считаться законным до 15 июля 2020 года. Если те дети, которые должны были в 14 лет, вот в это время, нелегкое время получить паспорт, дети должны получить паспорт в это нелегкое время, то пока они могут получить этот паспорт позднее, но свидетельство о рождении будет приравниваться к паспорту. Далее, очень много у нас автомобилистов. У кого-то истекает срок действия ОСАГО. Для того, чтобы оформить ОСАГО, прежде всего, сейчас обращается только онлайн. То есть, компании, соответствующие, оформляющие этот полис, они оформляют онлайн. Но для оформления ОСАГО нужен техосмотр. Техосмотр не проводится, можно и без техосмотра оформить ОСАГО. И наше государство тоже издало указ о том, что после того, как кончится режим самоизоляции, в течение месяца нужно оформить этот техосмотр. Далее, у нас очень большие законодательные акты вышли, касающиеся Пенсионного фонда России, в частности. Новые правила порядка выдачи сертификата на материнский капитал. Нужно написать заявление, можно написать заявление в форме онлайн в Пенсионный фонд. А вообще, вообще и предусматривается и беззаявительный порядок. В результате вневедомственного обмена между ведомствами органы ЗАГСа должны направлять информацию в Пенсионный фонд Российской Федерации. Пенсионный фонд Российской Федерации должен сам все необходимые документы запрашивать для того, чтобы оформить этот сертификат на материнский капитал. Также очень много людей должны ходить в Пенсионный фонд. Например, те дети, которые получают пенсию по потере кормильца, которому исполнилось уже 18 лет, они должны подтверждать свой факт обучения в учебных заведениях. Теперь, значит, никому никуда ходить не надо. Автоматически эта категория будет считаться, что они обучаются автоматически до 1 июля 2020 года. Далее, те, кто уже получил материнский капитал, им тоже надо ходить доставать какие-то справки в Пенсионный фонд, подтверждать свои доходы. То же самое. Никуда не нужно ходить, доходы свои подтверждать не надо, они будут получать выплаты из материнского капитала. Россияне объявляют бойкот банкам. Жители страны, ссылаясь на ситуацию с коронавирусом, массово перестали платить по кредитам. Об этом сообщили в Национальной ассоциации коллекторских агентств. Отмечается, что тех, кому просто нечем погашать задолженность перед банками, таких 60%. Среди главных причин люди называют падение доходов и потерю работы. На сам коронавирус ссылаются редко. По сообщению Минтруда, количество безработных в России может достичь отметки в 6 миллионов человек. Вот я предлагаю послушать, что говорят об этом люди, что они думают. Я их понимаю, если они безработные остальщины, им платить-то. Проблема для людей, поэтому они и не хотят. И государство, главное, не помогает. Вот только все на словах. Это нормально. Я бы так же сделал, если бы сидел в кредитах. Я считаю, что если человек взял кредит, это его осознанное было действие. Соответственно, нужно нести свои обязательства, соответственно, выплачивать кредит. Ирина Степановна, что делать, если нечем платить за кредит? Во-первых, надо сказать о такой мере в социальной поддержке, как кредитные каникулы. Эта мера действует у нас до 30 сентября 2020 года. Условие, первое условие. Если у гражданина сократились расходы в 2020 году на 30% по сравнению с 2019 годом, то ему дается отсрочка на полгода на исполнение своих кредитных обязательств. То есть я сказала уже до 30 сентября 2020 года. Обязательно по каким кредитам? Значит, если гражданин взял кредит 2 миллиона, это ипотечный кредит. Если гражданин взял на приобретение автомобиля кредит в 600 тысяч. Если гражданин взял потребительский кредит в 250 тысяч. И если гражданин взял кредитную карту на сумму 100 тысяч рублей. Это о кредитных каникулах. Если в общем взять этот вопрос в широком смысле этого слова, то любой гражданин, когда подписывает кредитный договор, значит он соглашается на условии кредитного договора. Если граждане не подпадают вот под эти кредитные каникулы, о которых я сказала, то могу сказать, есть еще один механизм, это банкротство граждан. Но для того, чтобы дать квалифицированную консультацию, надо, конечно, изучить этот вопрос. Я детально закон о банкротстве граждан не изучала. Но знаю, что этим законом пользуются многие граждане и объявляют себя банкротами. Ну, понятно, что в целом пандемия, конечно же, ударила в первую очередь подоходом граждан. Вот как еще государство пытается помочь людям в такой ситуации? Ну, в первую очередь, это у нас объявлен мораторий на взыскание пенни, штрафа, неустойки для тех людей, которые не заплатили или не полностью заплатили за жилищно-коммунальные услуги. Во-вторых, если раньше у нас люди выходили на больничный, то там минимальный был размер больничного. Сейчас для всех минимальный размер больничного для разных лиц. Сейчас для всех минимальный размер больничного равняется 12 130 рублей. Далее у нас еще в марте было постановление правительства Российской Федерации, где было написано минимальный размер выплат по безработице 1500 рублей, максимальный 12 130 рублей. Сейчас, если люди признаны безработными в 2020 году, конкретнее с 1 марта 2020 года, то размер пособий по безработице – это 12 130 рублей. Что делается сегодня еще для того, чтобы люди в таких непростых условиях пользовались своими правами без всяких бюрократических проволочек? Ну, например, без всяких бюрократических проволочек, если людям нужно получить какое-то социальное пособие, ну, например, это социальное пособие на детей, или социальную льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для этого им ранее, раньше нужно было подтверждать свои доходы, нести какие-то справки. Сейчас все это будет продлеваться на этот тяжелый период. Все это будет продлеваться автоматически. Не нужно никуда ходить, не нужно носить какие-либо справки. Какие новации появились в решении жилищного вопроса? В решении жилищного вопроса это также принято законодательные акты, в частности, льготная ипотека под 6,5%. Условия для получения лица кредита под данный льготный процент. Во-первых, это работает в короткий срок, с 17 апреля 2020 года по 1 ноября 2020 года. Выдается только гражданам Российской Федерации для приобретения жилья по договору долевого участия в строительстве дома, то есть лицо должно заключить договор долевого участия, или лицо должно заключить договор купли-продажи в уже построенном доме, изданном в эксплуатацию. Сумма максимального размера кредита для всей территории Российской Федерации 3 миллиона рублей ипотечного кредита, для Москвы и Санкт-Петербурга 8 миллионов рублей. И самое основное условие для получения льготной ипотеки нужно внести первоначальный взнос не менее 20% стоимости квартиры. Этот первоначальный взнос может быть из любых денежных средств, в том числе со средств материнского капитала. На какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми сегодня? Если лицо с 1 марта 2020 года признано безработным, то кроме пособия по безработице данное лицо будет получать на каждого ребенка до 18 лет по 3 тысячи рублей. Данные выплаты будут произведены до июня 2020 года. Семьи с детьми до 3 лет, которые имеют право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, это право должно быть, будут получать по 5 тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года. Те семьи, которые имеют детей от 3 до 7 лет, будут ежемесячно получать 50% величины прожиточного минимума для детей, установленных в субъекте Российской Федерации за предыдущий квартал года предшествующего дню обращения. Условие. Средний душевой доход семьи должен не превышать величину прожиточного минимума для населения, который установлен в субъекте Российской Федерации на второй квартал предшествующего года обращения. И последнее очень важное нововведение. 1 марта у нас принят был федеральный закон. В частности, были внесены изменения в статью 37 федерального закона об образовании. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Они говорят о том, что каждый ученик, который учится в младших классах, должен быть обеспечен горячим питанием не менее одного раза в день. Средства на это питание должны быть обеспечены как федеральным, так и региональным бюджетом. А кто сегодня имеет право на получение повышенного пособия по безработице? Те лица, которые с 1 марта 2020 года встали на учет и официально признаны безработными. 12 130 рублей пособие составляют. И у очень многих возникает вопрос о привлечении к административной ответственности лица за нарушение тех или иных правил. Вот какая сегодня существует ответственность? Очень многих людей волнует вопрос, на каком основании привлекают к административной ответственности. Как на территории Республики Татарстан, так и на всей территории Российской Федерации. Привлекает за что? За то, что люди нарушают, например, режим самоизоляции. У нас есть статья 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья говорит о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Сейчас эта статья очень широко используется. У нас как раз по этой статье привлекают к административной ответственности тех, кто не соблюдает правила поведения, которые установлены региональными властями. У нас, например, установлены правила поведения постановлением Кабинета министров Республики Татарстан 30 марта 2020 года 234. Эти правила, прежде всего, говорят о том, что существует режим самоизоляции. Если вы хотите выйти из дома, вы должны в установленном законном порядке зарегистрироваться. Если вы режим самоизоляции нарушили, если нет установленного законом порядка регистрации, то вы в полной мере можете быть привлечены к административной ответственности. Штраф для граждан от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч, для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч и для юридических лиц от 100 до 300 тысяч. Но есть и специальная статья. Данная специальная статья 6.3 – это нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предписаний санэпиднадзора. Тут уже к административной ответственности привлекаются лица, которые нарушают санитарный режим. Какое нарушение? Если вы прилетели из какой-то другой страны, из-за границы, то вы должны в обязательном порядке на две недели уйти на карантин. Если вы этот карантин не соблюдаете, это как раз основание для привлечения по вышеуказанной статье к административной ответственности. Тут штрафы намного больше. От 15 до 40 тысяч рублей для гражданина, для должностных и индивидуальных предпринимателей от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц от 200 до 500 тысяч рублей. Все данные дела по статьям 6.3 и по статьям 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации рассматриваются судьями. И поэтому каждый гражданин, который не хочет быть привлечен к административной ответственности и доставлен в суд, должен соблюдать эти правила. Если можно, очень коротко, у нас минута до конца программы. Существует ли уголовная ответственность за заражение коронавирусом? Да, существует. Статья 236 Уголовного кодекса, который говорит, что если нарушены санитарные правила, и если это создало угрозу заражения людей, только угрозу, самое тяжелое наказание – решение свободы до двух лет, и если нарушены санитарные правила, которые по неосторожности повлекли смерть человека, решение свободы от трех до пяти лет. Спасибо большое, Ирина Степановна, что нашли время и ответили на наши вопросы. Ирина Петрова – старший помощник прокурора Республики Татарстан. Сегодня была гостем программы «Главные новости». Мы говорили о мерах социальной поддержки. С вами была Ирина Субеева. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова